Лен, что, правда, до свадьбы ни-ни? Нет. Ну ты кремень. Добрый вечер! Я Лариса Гузеева в эфире. Давай пожениться. Привет, коллеги! Росс, тебе на радость скажу информацию. Вы знаете, что сейчас такая мода пошла на отказ от интимных отношений до свадьбы? Хороший. Но вот в связи с нашей невестой, мне кажется, этот экспериментик-то затянулся явно. Остается надеяться на то, что вспыльчивый Иван, терпеливый Николай и самостоятельный Дмитрий вступят с ней. Не пугайтесь. В законный брак. Давайте познакомимся с невестой. Здравствуйте. Я Елена из Тверской области. Устала от одиночества в поисках своей второй половинки. Поддержать меня пришла мама Галина. Проходите, девочки. Елена, 29 лет. Была вынуждена прекратить отношения с завидным московским женихом после того, как он предложил ей вступить с ним в интимные отношения до заключения брака. Елена – бухгалтер в банке в городе Конокова. Гордится тем, что получила высшее образование и сама заработала на квартиру. Предупреждает, что не отпустит мужа на рыбалку с друзьями и в командировке. Мечтает искупаться в океане. Елена никогда не вступит в отношения с искушенным мужчиной, который уже состоял в браке и не ответит взаимностью жадии. Выйдет замуж за достойного кавалера из благополучной семьи с высшим образованием и хорошей зарплатой. Я наконец поняла, в чем секрет молодости. Просто не вступать с мужчинами ни в какие отношения. Потому что если бы вы сказали, что вам 19 лет, я бы подумала, да, 19 лет. Потому что вы выглядите просто восхитительно. Спасибо большое. Да. А эти точно к кому? Это вам. Правда? Они какие-то молодильные. Да, молодильные. Заразите нас, нет? Этой самой молодости. Своей энергией. Давай, детка. Да, девочка неплохая, симпатичная. Ну, видно, что приличная семья. Нам такая подходит как раз. Вот даже, знаете, как не хочется иронизировать по вашему поводу, что 29 лет, а у вас еще не было мужчины. Ну, вот так случилось, и что теперь? Правда, Росс? Вот с кем попала, что ли? Ну, Ларис... Тем более тебе, мне кажется, это на радость. Ты прямо вот обожаешь. Да, на радость. Ну, послушай, уже второй ряд. Ну, куда ж? Да ладно тебе, 29. Да, 20, 24, первая. А выглядит, посмотри как. Нет, то, что она целомудренная, это прямо радость-радость для меня. Леночка, а что, мама такая строгая? Галь. Да, нет, наоборот. Мы хотим быстрее, чтобы замуж вышла. Вместе живете? Нет, отдельно я живу. Я думаю, родители уже даже и квартиру купили только, чтобы вот это свершилось наконец-то. Да, да. Да? Уже и отселили. Правильно, мудрая мамочка. Потому что, если бы она жила с вами, я бы не удивилась. Детка, ну, хоть какие-то были вот влюбленности? Что там происходило? Влюбленности были, конечно. Ну, и чего? Ну, я встречалась с ним, он по выходным с ним встречалась. Так сначала не встречалась, а вы прямо по маме сначала, как у нас положено. Расскажите. Ну, я дала объявление в газету его мама. Я познакомилась с ней, беседу провела с ней, и она мне... А беседа была такова. Она все, вы спрашивали про ваше здоровье. Да, про мое здоровье, про здоровье родителей. Как будто у вас на лбу не написано, что вы здоровы, и на вас пахать надо. Угу. И что, устроила ее ответ, вот, что у вас со здоровьем-то все хорошо? Да, устроила. Вы ей понравились? Да, ей понравилось. Привезла на дачу вас? Нет, не привезла. На дачу не возили. А где вы познакомились-то? Мы познакомились сразу после... Когда побеседовала я с его матерью, познакомились сразу с ним. Вот. Тоже пообщались. Потом на третий день мы встречались по выходным, по субботам он приезжал с Москвой. И потом он... В основном вы по скайпу общались? Да, по скайпу общались, да. И так встречались. А в выходные он вас привозил туда, к маме? Нет, он вообще не возил меня никуда. Подарки не дарил мне никакие. Цветочки не дарил? Цветы даже не дарил. Говорила, цветы это мертвые. Их не дарят. А подарки после свадьбы? Я не люблю цветы, он говорит. И подарки тоже, говорит, не люблю. Потому что мне до денег противно дотрагиваться гадость грязная. И доставать их из кошелька, да? А кредитные карты, они вредят здоровью. Ты давай не дари мужчинам новые отмазки. Ну и чего? Чего не сложилось? Ну ничего не сложилось. Потому что он на третий день знакомства предложил мне гражданским браком. Снимать квартиру в Москве. Это называется не гражданским браком. За жительство. А он сказал, да, приди ко мне и отдайся. Буду называть как хочешь. Браком, гражданским. А вы что? А я это сказала, что нет, я не буду. Мое мнение, мам, что по-любому интим должен быть до свадьбы. Скажите, у вас есть подружки? Есть. Они похожи на вас или смеются и говорят, Лена, ну ты что, с дуба упала? Сейчас все по-другому. И пацаны другие. Или они тоже такие же тихонькие. И вот вы соберетесь в комнатке, в барби поиграетесь. Нет, они ходят в клубы. Ну какие они, клубы-то ходят, мама? Зажигают. Зажигают. Да, зажигают. И там вы вот с этим-то, пьющим-то, познакомились? Нет, не там познакомилась. А с пьющим где? А с пьющим я вот где жила, я с родителями жила пока, я вот с ним там познакомилась. Он мне говорил, что я тебе, типа, вытащишь меня из болота, и из этого, он пьел сильно, вот. И потом пришел, я ему сказала, не приходи больше в таком виде, в пьяном. Он пришел на следующий день в пьяном виде, и я ему отказала потом, зачем мне такой парень. Вы подходите друг к другу. Я буду когда-то захочу. Вот как вы полненькие такие. Кто полненький? Она полненькая. Ничего, она не полненькая, нормальная. Она полненькая. Девчонки, сами что про себя думаете? Вот честно. Знаете, многие начинают фантазировать про какие-то родовые проклятия. Нет, проклятия не знаю. А что? Объясните мне. Что, что не везет? Ни сирый, ни убогый. Нет, не так. Неправильный ответ. Красивая, молодая, кровь с молоком. Вот что думать? Напугали с детства? Вот честно, пугали? Только попробуй, в подоле принеси. Нет. А что? Даже никогда не говори. А планка что такая завышенная-то? Чтобы без детей. Ну, если вам было бы хотя бы 24, тогда... Я не хочу с детей. Зачем мне дети? А ну вы понимаете, что мужчина, взрослый, старше вас, за 30? Даже если он на годок будет старше вас, ему уже за 30. То есть у него по-любому должно быть уже прошлое. Ну или хотя бы прошлый брак. Вот тут даже не о детях, а вы сказали, что... Понимаете? А если он никому не был нужен до 30, так он и вам на кой? Почему без детей-то? Ну вы правда взрослый? Потому что я не хочу детей. Зачем мне они? Я хочу своих детей. Я хочу два человечка. Маленьких. Мальчика, сыночка и лапочку, дочку. О чем тогда ваши мечты в личной жизни вообще? Потому что запросы – это всегда отражение наших мечтаний. Как вы себе видите эту семейную жизнь? Семейную жизнь? Семейную жизнь? Ну вот как утром встали. Мама научила вас готовить. Да, я готовлю, беру. Мама вам рассказала, что женщина за мужем. То есть немножечко на пол шашка сзади. То есть вы за ним ухаживаете. Не он вам в завтраке в постели, а вы ему, да? Конечно, я согласна, да. Что на женские плечи ложится обязательств больше, чем на мужские. То есть вы должны успевать все и на работу ходить, и по дому, и с детьми. Да, да. То есть вы это все понимаете? Да, понимаю. А вы в полной семье жили? В полной семье. И мама, и папа? Да. И сейчас папа есть? Да, полная семья. А братья и сестры? Братья и сестры тоже есть. Трое детей. А у них все хорошо? Да. У них все хорошо у детей? Да, да. Вот видео у нас есть. А вы не младшенькая, нет? Младшенькая. Младшая. А, ну понятно. Давайте на видео посмотрим. Сейчас я жду в гости родителей. Сейчас они придут и принесут что-то интересненькое. А вот они, вот мама идет к цветочкам. Вот мама идет к цветочкам. Мамочка цветочкам идет. Называется «Женское счастье». Женское счастье. Чтобы у ней было в доме детское счастье. Ну, это денежный цветок. Он должен принести счастье. Много денег. Это наш огородик. Сюда я приезжаю к родителям и помогаю ухаживать за своими грядочками. Как я туда хочу. Как я туда хочу. Какие вы счастливые. Девушка молодец. Хозяйственная. И огород у них. И цветы разводят. Так что как раз. И помогает родителям. Видишь, самое главное. Я так же приезжаю тебе и помогаю. Давайте сейчас уже будем знакомиться. Ну, я хочу... Ой, подожди, подожди. Ой. Спасибо большое. Ты посмотри, что такое детство. С доставкой. Ну, какая прелесть. А там фамилия-то написана, кто прислал-то? Нет, не написано. А вон там записочка. Письмецо в конверте. Ну-ка, что там? Не томите. Читайте. Как романтично. Правда романтично. От таинственного воздыхателя. Ага. Ну, слух нельзя читать. Роза позавидовала, да? Думала, тебе сейчас тоже принесут мясорубку какую-нибудь, да? Откуда он взялся такой? Не знаю. И Розу ей подарил. Кто-то прислал. Вот мне подсказывают, что у вас оригинальный номер есть. Тань, живота. Ну, я занимаюсь для себя. А теперь для мужа. Давай. Не, она такая, вот это Тань, живота красиво получится. Ее красиво получится. Конечно. Она скромная, но умеет себя поверсти. Да, но танцы танцуют не скромно. Спасибо, родная. Спасибо. Конечно, нашу программу смотрят во многих странах и в восточных тоже. Вот они бы вас оценили. Дорогая моя, вы старая дева. И я, может быть, вам сейчас скажу вещь обидную, но она, наверное, на вас должна подействовать. Это вы для мамы с папой. Прекрасная, хорошенькая. Мой носик, мои губочки. Вот. Вы обычная? Вы обычная. Поэтому мужчин на вас мало. И если думать и обольщаться, что, ой, вы еще найдете, вы еще своего встретите, конечно, встретите. Но шанс невелик. Поэтому то, что вы пришли к нам сегодня на программу, вы большая молодец. Молодец. Я бы очень хотела, чтобы вы сегодня вышли не одна. Поэтому вам нужен мужчина взрослый. Если у него будут дети, это хорошо. Пусть вас это не пугает абсолютно никак. Вы, мамочка, не отговаривайте. Пусть будет мужчина взрослый и опытный, который вас оценит. Пацан не оценит, даже ровесник нет. Наоборот, будет так ржать. Понимаете? Да. Вот. Только взрослый-взрослый мужчина. Но такая девушка хорошая не должна быть одна. Ну да. Не, ну она достойна порядочного, хорошего мужчины. Не соглашусь, Лариса, категорически. Вам нельзя брать старика. Зачем? А кто сказал, что старик? Ну, вот это взрослый-взрослый. Нет, я сказала взрослый, лет 35. Какой же он старик? Ну, 35, да, соглашусь. А я бы выбрала еще и поменьше разницу в возрасте. Вам нужен человек, который будет примерно ровесником, немножко старше. Большая разница в возрасте для вас точно будет губительна. То есть 5 лет это много? Да. 5 лет это много в вашем случае. И вам нужно перестать играть в игру провоцирующей женщины. Потому что вы не холодный человек с точки зрения чувств. У вас в голове вбит стереотип сатурнический, что женщина должна быть скалой, неприступная, а мужчина должен ее добиваться. Так вот в вашем случае это не так. Гороскоп говорит, что с вашим Марсом в раке вам нужны мужчины очень мягкие, очень тихие, которые сами не будут идти в активную атаку. И такому мужчине он только хотел бы подползти. Если вы скажете «нет, только после брака, не хочу сейчас», закончится это тем, что он развернется и уйдет, потому что сам побоится. Ваш мужчина, ваш правильный мужчина, сам многого боится. У него много комплексов и стереотипов тоже. Я не предлагаю вам брать закомплексованного, но он сам по себе тонкий человек. И вы должны будете делать первые шаги навстречу. Много вы бояться, этого мы не можем сказать, да. Но очень мягкий самое главное. Встречайте первые шаги. Елена, добрый вечер. Я приехал к вам, чтобы познакомиться с вами из Санкт-Петербурга, северной столицы. Очень рад нашему общению. Надеюсь, что наше общение не закончится и перерастет более нежные и, главное, искренние чувства. Это акционный букетик вам. Спасибо. Спасибо. Иван, 28 лет. Охранник в частном охранном предприятии. Ветеран боевых действий. Заочно получает высшее образование. Мечтает добиться положения в обществе и встретить порядочную девушку. Признается, что у него тяжелый характер. Возлюбленная Ивана нашла предлог, чтобы отменить свадьбу и сбежала к другому мужчине. Надеется, что Елена постоянно в своих чувствах. Иван, вы с мамой, да? Да, с мамой. Но я хотел сделать маленькое отступление. Приятное отступление. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Говорите, это он. Спасибо, дорогой. Я у вас фанат. АПЛОДИСМЕНТЫ О, обожаю Розы. Молодец. Он заранее был. Он тоже с мамой пришел. Скажите, Иван, а для вас вот целомудренная 29-летняя девушка, это плюс или недостаток? Для меня это огромный плюс. Если честно, в своей жизни я не встречал таких девушек. Вот. Для меня почему этот плюс? Потому что мои родители, ну, прототип Елены, да, вот мама моя, у нее, мой отец был первый мужчина и единственный. Во сколько лет? Я не знаю, этот вопрос на этот вопрос. Мама, сколько вам было? 18 и 29, да? Это как что? Как глаза и ноги, правда? Большая разница, конечно, но бывает. Ванечка, вот я слышала о том, как молодые люди сбегают из-под венца, но чтобы девушка сама, вот как в вашем случае, объясните, что там произошло такого? Ну, знаете, мне как бы сейчас неприятно об этом вспоминать, хотя я об этом уже не вспоминаю, мне это уже прошло, ну, было в моей жизни, да, такое огорчение. В общем, начали встречаться с девушкой, встречались год. Вот, просто встречались, потому что были еще молодые, сколько, ну, я с армии пришел, мне было 20 лет, 21. Встречались, встречались, потом, после определенной ситуации, когда немножечко произошел конфликт у меня с родителями, ну, не с родителями, с отцом как бы, ну, мелочь, там не было никакой ругани. Просто она предложила, давай поживем вместе у меня, ну, у ее родителей. Я, если честно, не хотел, даже вот мама не даст соврать, я всегда говорил, что я не буду жить у девушки. Лучше проще тогда снимать и жить вдвоем, если нет у меня своего собственного жилья. Ну. Пришлось. Ну, девушка была мне просто, как бы, дорога очень. Я согласился, потому что это был первый мой совместный опыт проживания с девушкой. И сколько вы с ней так прожили? Мы потом еще прожили два года вместе. Сделали ей предложение? Да, так, как она хотела, очень за меня замуж, не знаю, эта идея фикс у нее была. Вот, хорошо, вы ей сделали предложение, назначили дату свадьбы. И что дальше? После чего она мне сказала, что свадьбу необходимо перенести, так как родственники не смогут поприсутствовать. Ну, да, потому что там дата смерти, 40 дней бабушки. Там были на то причины. Но ваша сестра все это время делала какие-то недвусмысленные намеки вам по поводу вашей девушки. Буквально за два дня до расставания я был... Что она как будто бы что-то знает. Вот, буквально за два дня до расставания нашего я был в гостях у сестры. Он навещал своего племянника, любимого, единственного. Вот. И сестра мне, когда меня провожала уже, она мне сказала, Иван, а вот как вот будет, как ты себя поведешь, если вы расстанетесь с ней? Она знала, что я уже полностью растворился в этом человеке. У меня не было ни разу такого в жизни, чтобы я... Поэтому вы не нашлись, что ей ответить? Нет, я сказал, потому что у меня характер такой, сестра меня знает. И я не хотел себя как бы унижать в ее глазах. Я сказал, ну, расстанемся, расстанемся, а с кем не бывает. Вот это были мои слова на тот момент. А ваша сестра дружила с вашей девушкой? Да. Они были подруги? Ну, я не скажу, что подругами, но часто общались. И вот проходит какое-то время, и вам ваша девушка перед свадьбой буквально предлагает поговорить по душам. Она приехала с работы, да, сказала, что нам нужно поговорить, и нам нужно просто расстаться. Без объяснения причины. А не задали вопрос? Даже не подумали? Никаких идей? Нет, почему? Я спросил, ну, ты нашла другого, встретила другого мужчину, а она сказала, нет, никого нет. Нет, просто я сделал для себя выводы, что я тебя не люблю, и я хочу с тобой расстаться. Да он вообще как-то по шаблону все говорит, видишь? Эмоций не видно, он как бы все... Я бы так что-то не смог. То ли обиды у нее какая-то там, из-за прошлой, видишь, так рассказывает. А ты сейчас с кем живешь? С родителями или один живешь? Нет, я сейчас живу отдельно от родителей. Родители у меня в Ростовской области проживают. Я в Санкт-Петербурге работаю, снимаю, ну, и учусь заочно. А на кого учишься ты? На инженера пути сообщения. Вы легкая на подъем? Если вам предложат Ваня переехать к нему в Питер, поедете? Легкая, да. А в съемной будете жить? Буду. То есть вас это не пугает? Нет, не пугает. Будет съемная. Это не пугает ее. Вы хотите жениться? Вы сказали с первой девушкой, она очень хотела, чтобы я на ней женился, и я решил затеяться со свадьбой. В то время я как бы еще не был готов. Я был, я, если честно, я пришел с армии, я не нагулялся. Но я, тем не менее, я ей не изменял ни разу. Спасибо большое. Боже мой, как важно правильно заинтриговать девушку. Это не от вас? У нее горят глаза. Нет, от меня вот букетик. А что написано-то? Посмотри, как у нее горят глаза. Вот что нужно, дурочки романтичные. Что написано, что? Не, не скажу. Что не скажу? Что значит не скажу? Мы тут что посажем, для чего? Ну что написано-то? Написано, что я нравлюсь кому-то. Вау! Хорошо, покажите сюрприз, и вы понравитесь нашей невесте тоже. У ночного огня под огромной луной Темный лес укрывал На зеленой листвой Я тебя целовал У ночного огня Я тебе подарил Половинку себя Вот в ней медведь на ухо наступил Я не умею петь Спасибо, Иван Спасибо, Наталья Проходите в свою комнату Фу, мамы Мамы, я так переживала Молодец, умничка Понравился? Да, понравился очень Хороший парень Правда, хороший А вам? Тоже понравился Хороший парень Он хороший парень Без прошлого, как вы хотели Да Нравится мама такая скромная Да? Хотелось бы думать, что Из хорошей семьи Свекровушка будет такая Тихая, спокойная Да, хочу, чтобы приняла Ничего Вот видите Заочник Работает Образование получает Сам этого хочет Я когда пришел Сел на нее, посмотрел И знаешь, мам Я увидел в его глазах Что я ей понравился Понравился? Да Я считаю, что это вот тот самый ваш тип Когда мужчина из себя что-то представляет Но активно не навязывает В нем не было какого-то особенного Напора или нахрапа Он сидел просто спокойно о себе рассказывал Он не пытался как-то слишком сильно произвести на вас впечатление Потому что это тоже иногда бывает бестактно Он пришел как приличный джентльмен с букетом Единственное что? Ему девушка нужна та, которая умеет держать в напряжении Которая умеет немножко накрутить мужчине нервы Я думаю, что мы научим этому Которая умеет провоцировать А вы немножко провокативны Потому что вы ждете от мужчины этой активности Не самая простая Не совсем нужно соглашаться С ним можно поспорить С ним можно позволить себе быть критичной в каких-то моментах Василиса Парова, мне нужна немножко такая девушка, чтобы Активная Да, да Чтобы не было скучно жить Встречать с второй женщиной Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Николай Привет Это вам Спасибо большое С подмосковных полей Спасибо, прелесть какая Добрый день Проходите Николай, 35 лет Владелец небольшого бизнеса В свободное время подрабатывает таксистом Гордится своей матерью Мечтает о детях Предупреждает, что много курит и разговаривает Признается, что у него ангельское терпение Николай простил гражданскую жену за то, что она 4 года скрывала от него то, что не может иметь детей И еще 4 года мирился с ее пьянством Надеется, что Елена не будет злоупотреблять его великодушием О, это кто это пришел к нам сюда Вы с кем? Это моя мама Ну, такой мамой и я бы гордилась А это теще моего брата Ничего себе на здоровье Спасибо, моя дорогая Сами делали? Сами делали Угощая, я сын буду ждать сегодня Лиша, сейчас прикормит невесту Любит себя Блинчики-то мама фекла Ну, дорогие мои, а для вас Известие о том, что наша невеста невинна Стало приятной неожиданностью? Приятным Все приятно С первого взгляда Я вижу, что это ягода нашего поля И вообще-то цветочек такой мне очень-очень понравился А вообще, это же ваши инициативы, чтобы Коля пришел сюда Как это было, расскажите Я пришла, чтобы женить наконец своего сыночка Так как сейчас год лошади, он у нас лошадь И вообще уже надоело откладывать Младшего мы женили, вот теща И ребеночка ждут Я уже хочу от старшего дождаться Он мечтает о сыне Он хочет детей Но жизнь так сложилась Первая любовь, когда учились Ну, так разошлись А женщина, с которой жил, не имела детей А та, которая сначала 4 года морочила Ему не могла забеременеть Потом 4 года пила Да А может она и пила-то из-за того, что он на ней не женился Может переживала? Там начинала с пива все И потом продолжала все Ну, а может быть, если бы сделала ей предложение Она бы и завязала А так, наверное, ждала-ждала Да и не дождамшись попивать Стала дать еще, Васечка, тебе Моя птичка И вот сейчас я говорю Спасибо, очень сильно Очень вкусно Это самое прекрасное блюдо Лена, не обижайтесь, пожалуйста Но вы очень подходите Вы как два солнышка Он всегда улыбается Он никого никогда не обидит Всех жалеет Это человек, который пусть ему плохо будет Лишь бы другим было хорошо Из-за него все мама говорит, да? Он сам молчит Вообще ничего не открывает Да Вот смотрите Почему Леночка до 30 лет замуж не вышла? Мы выяснили А ваш-то до 35 улыбалкин Так не наулыбал себе жену-то? Почему? Если честно Вот как матерь мне рассказывать Любит он всех Он, как бы сказать, не женщина Просто он такой человек Что обязательно поможет Он обязательно утешит ребенка И старого человека вместо уступки Он разговаривать умеет сам? Он разговаривать умеет Но настолько ошарашен Что я написала письмо Слишком мягкий Мне кажется, он ей не очень понравился Не, не, не понравился Сразу видно Коленька Я знаю, что вы за гражданский брак Для начала, да Как бы у меня немаленький жизненный опыт За плечами Надо сначала пожить Понять А как жить-то будете? Только спать будете А вот Ну, она готовить будет А вот так Чтобы прямо Это не будет Мы тут же по месту разберемся Все уладят А мы бы сейчас как-то договорим с невестой Жалко такого Пускай же не хата Ну, скажи, пожалуйста Ну, как бы Ну, расхвалите Что-что Вы знаете Я являюсь тещей его брата Поэтому генетически Они очень схожи, конечно Поэтому могу сказать Про своего зятя Вот люблю на всю студию И свою Мою дочку он носит на руках Вот мне лучшего не надо Поэтому вот А сколько ему лет Дискута Двадцать семь Ну, младшего сына уже выдали Женили точнее А остался один старший Николай Никто нас не знает хуже Чем наши родители Друзья знают больше Может быть, есть какие-то скелеты в шкафу Может быть, есть какие-то дурные привычки О которых хочется вот прямо сейчас заявить С которыми вы не расстанетесь никогда Ну, я не считаю, например, дурной привычкой То, что я люблю свободу Свободу? Да Ну, а рамки этой свободы? Все любят свободу? Ну, самые обыкновенные рамки То есть темно Но это не то, что вот вы такой свободный человек Ушли в четверг утром на рыбалку Пришли, через два четверга вернулись без рыбы Через два четверга Это два-три дня К примеру, мы уезжаем там На два-три дня А что жене позволено делать в эти два-три дня? Она также свободна Может ехать со мной Может там дома заниматься своими делами С подругами Да Желательно Все, знаю я ваш этот тип Вам хорошо с друзьями, с рыбалкой Это называется холостяк Можно быть обычным, свободным человеком Вместе с семьей Вы уже так рассуждаете, что можете позволить себе На два-три дня куда-то уехать И говорите о свободе Значит, свободу вы любите больше, чем все остальное Мамочка, ваша сыночка не женится еще очень долго Да подожди, не надо Нет Потому что у моей самой близкой родственницы такая же фигня в семье Я вам сочувствую, Галя Единственный мой совет Ему хорошо быть без жены Ему не надо Поэтому просто не пускайте в дом Не наливайте ему борща Не гладьте ему рубашки Ничего Вот он должен сейчас в таких условиях Зарасти так По уши Чтобы захотелось Я могу сам себя как бы это Ну это поглядим, сколько у тебя хватит сил Поучу же Постирать Ага Ладно Поддержи Вот она вот и готовилась На него все камни полетели Сейчас посмотрим сюрприз, какое же он преподнесет Я в глазах утону твоих Можно? Громче Ведь в глазах утонуть твоих Счастье Подойду и скажу Здравствуй Я люблю тебя Это сложно? Нет Не сложно А трудно Очень трудно любить Веришь? Подойду я к обрыву крутому Стану падать Поймать успеешь Ну а если уеду Напишешь? Я хочу быть с тобой Долго Очень долго Всю жизнь Понимаешь? Я ответа боюсь Знаешь? Ты ответь мне Но только молча Ты глазами ответь Любишь? Если да То тогда обещаю Что ты самый счастливый будешь Если нет То тебя умоляю Не кори своим взглядом Не тяни своим взглядом в омут Пусть другого ты любишь Ладно А меня Хоть немножко помни Я любить тебя буду Можно Даже если нельзя Буду И всегда я приду на помощь Если будет тебе Трудно Спасибо Спасибо Опять же Разговаривает за него мама Сюрприз делает Племянница А он сам что-нибудь делает В этой жизни Леночка Я тебя очень полюбила Настраница такая Я хочу Бабушке Платочек тебе повязать А там как бог даст Все идет по судьбе Мамочка Мамочка его сама откала Спасибо вам большое Спасибо Вы наидостойнейшие Прекраснейшие люди Проходите в свою комнату Молодец Умничка Поля Молодцы Ларис Меня терзают смутные подозрения Но кто может В Останкино С какой-то определенной регулярностью Заказывать курьер Опять курьер приехал Опять пришел У меня тоже Я даже нервничать начала Думаю Что-то не видать давно Что? Это я не Не озвучила Почему? Что это такое? Ну хотя бы В какой теме? Я отвечу О чем? Добьется меня Человек Ну Николая Ребята Нужно обсудить Понравился Мам Галина? Ну знаете Жених сидел Молчал Мама конечно Хочет уже Чтоб он женился А мне кажется Он ничего не хочет Он хочет свободы Ему ничего не надо Ты готов жениться? Ты готов жениться? Он возможно не очень заинтересован Нет Жениться я готов Но это не сегодня И не завтра Ну так хорошо живется Все Мамочка под боком Накормит Обстирает Ему нужна Не столько свобода Он не совершенно вольный Не тот который Отвязен до безобразия И никто его не удержит Нет Ему нужен комфорт Потому что водные Венера и Луна Это мужчина Который ищет Такую же мамочку Причем не факт Что он будет ей Отдавать свои лучшие эмоции У него восходящее солнце С Марсом огненный Он в обычной жизни Очень решительный Очень напористый Очень мужественный Здесь он сидел Молчал И отсюда я понимаю Да Он возможно не очень Заинтересован в ситуации Если его бы сейчас Устоялся Если ему и без женщины Хорошо сам постирает Погладит Я действительно бы За него боялась Потому что Если ему хорошо И спокойно Ему действительно Уже никто Может не понадобиться А ему действительно Никто и не нужен И поэтому Не зря здесь Мамочка в слезах И родственница Но мама-то правильно Причем не делает Если он пекает Мама правильно делает Но волокому Никто его в зак Да Ну а если пекать не будешь Он вообще До старости Нет То, что мама делает Правильно делает Но Николай должен сам сообразить Что жизнь не вечна И потом может быть А я бы хитрость бы придумала Мам Я вам потом расскажу Какую хитрость А вы Рузу послушайте Тебе это парень понравился? Надо договориться было Конечно Хотя и с вами тоже может Если нравится Ой Там быстренько можно это делать И более целомудренно Все равно школа лучшая Леночка Но у нас еще есть один жених Будете знакомиться? Да, буду знакомиться Проходите Леночка, здравствуй Я, Дмитрий, очень рад нашей встрече Я сегодня приехал за тобой Чтобы покорить твое сердце И я его добьюсь Это тебя Я с него открою Спасибо, проходите Дмитрий Дмитрий, 27 лет Техника-электрик В домостроительной компании Собирает корпусную мебель Катается на беговых лыжах И готовит фирменный салат Из 15 слоев Признается, что ради встречи с Еленой Отменил вступительные экзамены в ВУЗ Ради отношений с возлюбленной Дмитрий был вынужден полюбить ее пекинесов Мириться с регулярными оскорблениями И побоями Надеется, что у Елены Спокойный нрав И покладистый характер Здравствуйте Да, здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Дмитрий и Дмитрий Два Дмитрия Да, а это вот не этот Сохваленный салат-то Из 15 слоев Да, это он и есть Да что вы говорите Слушай, я как всегда Да Можно я поукажу? Конечно Это очень даже хорошо Так Нет, сынок, давай-ка Не-не-не Я буду тарелки подавать, а ты тогда накладывай Все, хорошо Хорошо, давай Салат из 12 слоев Как он сказал Фирменный салат причем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И что там такое? Посмотри мне в глаза, я сижу напротив АПЛОДИСМЕНТЫ ОП-па Это вы! Это я АПЛОДИСМЕНТЫ Оригинально очень Молодец, хорошо придумал Сюрприз бесподобный Рита, он хороший мальчик Но она его не выберет Дмитрий, ну то, что вы к нашей Елене почти прекрасной пришли Я вас понимаю А что вас заставляло жить вот с такой гром бабой Которая пекинесов-то в вашу жизнь привнесла И была ленивой, и руки распускала Ну я бы не сказал, что гром баба Но просто я не совсем так люблю и уважаю собачьих Особенно таких Но имеете право не любить, в общем А почему разрешили их в свою жизнь, так сказать, впустить? Я, как, вот, признаться, чистоплотный такой человек Что я не люблю ни пылинки, ни соринки, там, ничего-то такого И для меня немножечко было диковато то, что, когда ты приходишь летом И на этом сквозняке, как перекати поле в пустыне Вот так вот этими шарами Да и любовью позаниматься они вам не давали нигде Потому что ни комнату, ни дверь, ни закрыть, ничего Ну это отрицательное качество уже в доме Если учесть, что будут маленькие дети И тут это... Скажите мне, пожалуйста, а за что она вас поколачивала? Ну бывало такое иногда Тоже не скалкой там, да, вот, что что-то не понравится Ну бывает, может быть, когда что-то у пьяного, точнее, у трезвого на языке В уме, то у пьяного на языке А она любила рюмочку, да, пропустить? Ну, бывало так, что... Как выпьет, так руки распускает Да Вот наоборот Такой, я тоже не представляю, чтобы девушка... Девушка его бить будет Била, парни Кто вам дал вот этот рецепт вот такого салата? Просто это же салат, вообще столько мороки Это какое у вас терпение должно быть, чтобы все эти слои... С любовью он готовится... Яйца Ну, это самый главный ингредиент, это готовить с любовью То есть мне нравится готовить на самом деле, и я этого очень люблю, это Курица здесь И как-то вот, когда жили мы еще вот со своей девушкой Как-то получилось в момент праздника Она его просто-напросто захотела И с тех пор как-то у меня пошло это коронным блюдом То есть что не праздник, то я постоянно его готовлю Есть еще видео о его достоинствах, давайте посмотрим Давайте посмотрим, да Я проживаю в чудесном и красивом городе Пскове, недалеко от центра города Но в данный момент снимаю квартиру, так как на большее еще пока не способны И еще я неплохой кулинар Также люблю чистоту и порядок в доме А в свободное от работы времени или каких-либо дел, люблю заниматься спортом Обычно это бег и езда на велосипеде А когда-то я жил в Мурманске А в большой компании, если есть любитель половить рыбку Я всегда тоже не отказываюсь Мы родители Дмитрия Я мама Наталья Васильевна А вот это папа Александр Петрович Мы бы очень хотели, чтобы у нашего любимого, дорогого, единственного сыночка Была счастливая жизнь И мы бы хотели, чтобы на его жизненном пути встретилась достойная девушка Близкими людьми и друзьями обязательно поддерживать взаимопонимание и хорошее отношение Москва! Привет! Кто к кому поедет, ребят? Вы же учитесь Я думаю, что это решится А вы же учитесь Нет, я еще не учусь Как это может само по себе решиться? Вот, Дмитрий, мне просто объясните Кто за кем поедет? Вы за мужем или мужа к себе пригласите? Не знаю, надо подумать Родители вам сделали квартиру, да? Да Вы легко нашли работу у себя в Конаково? Да, легко Ну, значит, легко найдете и на новом месте жизни Например, я бы оценивала так С вашей профессией, бухгалтер, в общем, можно устроиться много где А у вас профессия? Электрик А с этой профессией вообще просто То есть я сейчас работаю электриком и в свободное от работы время Так а чё ж не квартир-то шить? Я мечтаю сделать свою карьеру и бизнес Мама, ты вот смогла бы, чтобы мужчина к тебе приехал жить? Наверное, нет Нет, я считаю, что мужчина должен забрать девушку за собой Да, да К себе Как говорится, с милым и рай в шалаше, а в подвале так вообще Я тоже так считаю Сколько вам нужно времени для того, чтобы определиться, ваш человек это или не ваш Чтобы дать ему согласие на вопрос, выйдешь ли ты мне замуж? Месяц максимум Вы через месяц уже поймёте, ваш это человек или нет, да? Да Всё, созрела девка называется Да Хорошо, а вам? Через сколько вы времени готовы сделать предложение? Сколько вам нужно времени, чтобы понять, ваш человек или нет? Ну, хотя бы приблизительно Год, два, семь Нет, 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 год, это куда ещё, два, семь А что будет требоваться от жены? А жены? Скажу честно, у вас гороскоп человека, которым многое способен простить девушке и многое для неё сделать, но с жены будет требоваться по другой мерке совершенно И так, кстати, многие мужчины дарят цветы, ухаживают, но потом в браке-то ты будешь сама за ним ухаживать, дарить цветы к празднику Ну, не так, конечно, банально, но именно так Нет, я всё-таки как бы... Каков список требований? То есть что жена должна, по-вашему, вот обязана? Обыкновенные, взаимные, ну, совместные какие-то дела Вот хочется найти сейчас сразу точки несоприкосновения... Она должна быть хорошей хозяйкой? Да Конечно Любая девушка должна уметь готовить, причём вкусно готовить Любая женщина должна быть, да, хозяйкой Не тупо яичницу пожарить Хорошо, ну вы нас уже так порадовали Столько уже всяких неожиданных сюрпризов И записочки, и цветочки Осталось ещё показать один сюрприз, если есть Можно? Можно, нужно Ну, сюрприз, сейчас посмотрим, что он нам покажет Знаешь, я думаю, что у тебя есть одна такая небольшая мечта Которую я могу помочь тебе исполнить И были у нас собаки И были попугайчики Но ради тебя я готов подарить тебе И чтобы у нас был этот маленький попугайчик Который ты очень сильно хотела Приятно, спасибо И этот букетик тоже для тебя Спасибо большое А вы мечтали, да, о конорейке? Нет У нас есть дома попугай Теперь у ней будет дом Спасибо большое Это попугайчик, волнистый А это попугайчик? И такой ещё совсем молоденький Маленький Совсем маленький, да Спасибо большое Порадовался Одарил Проходите в свою комнату, Димочки АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну как вам, Галина, парень? Сюрпризов много Даже не знаю, как охарактеризовать Ну как, говорите от сердца Не придумывайте ничего У вас есть какие-то сомнения? Ну Какие? Жил с девушкой, она его избивала Мне как-то это странно Была не сдержанная, выпьет и распускает руки Агрессивная, мерзкая, особо Пришла с собаками Он этих собак выгуливал А что, по молодости разве не бывает ошибок? Всё-таки всё равно Он с ней тогда долго жил Не терпел Старался угодить Старался Терпел, да Думал, что она влюблён был Думал, что она исправится Думал, что это пройдёт Витя так любил, что при его вот такой аккуратности При его чистоплотности Даже собака её терпел И выгуливал её Потому что она была ленивая А как надо? Именно это что ли смущает? Конечно Типа слабохарактерный человек Если он терпел такое долго То есть он должен был в ответ ей дать Вот она не идёт с собаками гулять Он раз ей в глаз Прекрасно знать, что не меняется Лидия Какая она была, такая и будет Но ваша дочь не будет от него вытирать ноги уже хорошо Лена же не способна, например, распускать руки Зато Лена говорит, далеко живёт Лен, вот вы у себя, рядом, в родном городе Не нашли молодых людей Так может, стоит поискать за его пределами? Смотрите, как издалека приехал Какой романтичный Сколько вам сюрпризов Значит, эти сюрпризы будут всю жизнь С цветочками Лариса, вот воистину говорят Что когда за нами Вот к нами по-человечески По-хорошему Романтик, он попугайчик Нет, тогда Мы что-то сразу себе придумываем Что мы тут в королевище И выбирать начинаем Нет, нет, не подходит То не подходит Нет, нет, Галина очень смутилась Что он вот А вы хотите, чтобы у мужчины прошлого не было Так не бывает Так не бывает Это раз в прошлое Просто характеризуй его Как слабый характер Почему слабый характер? Он с ней расстался Потому что она была И называет причины Он на ней не женился Понимаете? А вам надо такое Нет, а Лене нужно подальше Бежать уже теперь от мамы И не прислушиваться Уже закончилось Потому что иначе вы останетесь одна Я понимаю, что для вас Лена самая прекрасная Единственная на свете Но она уже сегодня старая дева Понравилось? Нет? Ну, Лена интересный человечек Да, ее просто надо Немножечко узнать И все будет хорошо Тебе понравился парень? Да понравился А тебе, Вась? Очень понравился Я правда думаю, что это уникальный шанс Елены Вот в каком смысле Помните, я говорила Что на ее веку Не будет мужчин Который слишком активно ее добивает Вот я считаю, что это первый И, возможно, последний Тот, который проявил инициативу Все остальные будут проявляться В вашей жизни вполне нейтрально Будут о себе рассказывать Но так, чтобы вот клинья подбивать Подарки, букетами засыпать Такого может и случиться А то, что вы уедете далеко от мамы Это хорошо В вашем случае это большой плюс Правда, я сама мать И я как бы не имею права такое говорить Но в вашем случае это будет плюс И ваша мама будет счастлива Если вы будете счастливы Я ее к себе увезу Тем более она не против жить в съемной квартире Как раз у меня съемная квартира А вместе ее на домик Заработаем Или я заработаю Галочка, кого вы желаете? Я советую первого жениха Мне больше понравился Иван Да А вам кто понравился? Я сомневалась между первым и третьим Но мне понравился первый Человек Ну Дмитрий уж так за вами ухаживал Я думаю, что он внешне не произвел на вас впечатление Вас раздражала его родинка на носу Ее можно убрать косметическим путем И вас это не будет раздражать Бывает такое, да? Бывает небольшая коррекция Мама вышла из второго дома Мамочка Я бы очень хотела Она не пожалеет никогда Моя золотиночка Послушайте, вас сегодня увидело Несколько миллионов невест Да за такую свекровь Я бы пошла завтра замуж Как вы Поэтому поверьте мне Я вам даю слово Что на вашего сына будет огромное количество откликов Он будет на этом месте И еще он будет выбирать Она ему очень понравилась Мое счастье Я сейчас тоже заплачу Ты не пожалеешь С ним очень радостно и весело жить Как она хочет счастья для тебя Коля Ради Ты посмотри на нее прям Вот так, как уговаривает мать Николая Это впервые Поэтому я вот затрудняюсь Мне уже хочется, чтобы вы и к Коле пошли Потому что на самом деле Выходишь замуж не за одного человека Выходишь за семью За всю семью А свекровь очень важная У нее важная роль Ведь она должна вас научить Как сына-то любить Понимаете? Если она ваша союзница будет И жизнь в семье Потому что жить, знаете, и так тяжело будет Какой бы его там идеально бы муж не был А поддержка свекрови Это очень важно Мам Успокойся, все хорошо Я за Димочку Потому что так ухаживал, так ухаживал Когда мужчина любит женщину Это изначально Это уже хороший посыл А вы его уже за доброту А потом он не страшненький Даже очень это Подумайте, подумайте А Розов все-таки за меня Конечно, надо забереть По классическим канонам астрологическим Вам лучше подошел бы Иван С ним легче было бы найти общий язык И вы как-то комфортнее себя чувствовали Но Дмитрий так старался Что мне кажется Даже то какое-то минимальное Нисходство характера Даже его слишком активный И его слишком буйный темперамент для вас Он притворил в уход за вами Понимаете? Одно дело, когда мужчина просто Хаотически активен Другое дело, когда мужчина Целенаправленно активен И вас добивался И моя милость склонилась В пользу Дмитрия Через секунду Вы уже можете быть В одной из этой комнаты И у вас начнется Самое настоящее женское счастье Проходите Елена одна Элиса с Бранником Я приглашаю всех выйти И поддержать ее Привет, мне очень понравилось Ты мне тоже Мне очень приятно, что ты меня выбрала Я думаю, мы продолжим это общение Как я изначально сказал Может быть оно перерастет В что-то более нежное И главное искреннее чувство У нас есть пара Елена и Ивана А я, Лариса Гузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай пожелимся Удачи Спасибо 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 Спасибо